МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. Плюс 4. В Ненецком округе зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Все 4 пациента получают амбулаторное лечение на Харьяге. Несь, Вижас, Ома, Снопа и Нижняя Пёша в минувшие выходные оказались вне зоны доступа. Причина – повреждение интернет-кабеля. Во всех регионах стартовала информационная кампания Всероссийского добровольческого корпуса «Волонтёры Конституции». Добровольцы расскажут о сути предлагаемых поправок в главный закон страны и особенностях предстоящего голосования. Заботы о братьях наших меньших. В окружной столице прошла бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. Плюс 4. В Ненецком округе зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Все они получают амбулаторное лечение на Харьяге. По данным окружного профильного ведомства, на утро понедельника 15 июня в общей сложности на лечении находятся 19 пациентов. 9 из них находятся в стационарах Ненецкой окружной больницы. Всего с начала пандемии в округе лабораторно подтверждено 89 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 68 пациентов. О жизни в условиях пандемии расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Уже около трех месяцев вся Россия ведет борьбу с коронавирусной инфекцией. Поликлиники перешли на работу с неотложными пациентами. Остальные обслуживаются на дому. Если человек вызывает с острым респираторным заболеванием, фактически врачи всех таких пациентов обслуживают на дому, чтобы они не приходили и не разносили инфекцию. Но есть случаи, когда такие люди все равно приходят в поликлинику. У нас для этого на входе проводится обязательно термометрия всех пациентов входящих. И в случае необходимости они направляются в кабинет также неотложной помощи, где им оказывается медицинская помощь, ждут определенные рекомендации. И человек точно так же уходит домой и продолжает лечение. Сейчас для того, чтобы получить рецепт на лекарства, нет необходимости посещать медицинские учреждения и аптеки. Для удобства горожан доставку осуществляют волонтеры. Рецепт у нас выписывают участковые терапевты. На сегодняшний день рецепты выписываются сроком до 6 месяцев. Все это передается заведующей терапевтического отделения, которое непосредственно уже связывается с волонтерами, с руководителем движения волонтеров. Они приходят, забирают рецепты, получают лекарства в аптеках и разносят по гражданам, по квартирам. Жители старше 65 лет, находящиеся в группе риска, уже долгое время соблюдают все меры предосторожности и показания Роспотребнадзора. Должное внимание им оказывает и Всероссийское общество инвалидов. Более двух месяцев мы находимся, можно сказать, в изоляции. Идет у нас пандемия. Старшее поколение к этому отнеслось с пониманием. Они все это понимают, конечно, и у них есть тревога, что они все-таки находятся в зоне риска. И все те предписания, которые для них, они все выполняют. Мы с ними постоянно в контакте. Вот 70 лет и старше, мы постоянно с этими людьми, с членами нашей организации в тесном контакте. Члены нашего правления обзванивают их постоянно, спрашивают, какие у них есть вопросы, проблемы. И все это решаемо. По словам председателя Нинецкой окружной организации Всероссийское общество инвалидов Надежды Ковалевской, единственное, чего так не хватает старшему поколению – внимание и общение. Просто людям на сегодняшний день, конечно, не хватает внимания. Они хотят уже общаться, приходить сюда, проводить мероприятия. Для них важно, чтобы открылись, наконец-то, спортивные залы, бассейны. Приходят постоянно, звонят, спрашивают, когда же все это будет. Множество вопросов поступали и у полномоченному по правам человека в Нинецком округе. За три месяца пандемии омбудсменам Ларисой Свиридовой было получено более 200 обращений. Граждан волновала правовая сторона введенных ограничительных мер. Обращались и работники нефтяных месторождений. Фактически к нам обращались сразу и из Башкирии, и из Перми, и из Коми Республики, наши работники, как я уже сказала, и Москва. То есть все люди, которые приехали к нам на вахту, они оказались в условиях самоизоляции именно на нефтяных месторожениях в течение около трех месяцев. И когда появился первый больной на месторождении, мы, конечно, отрабатывались с нефтяными компаниями в полном своемодействии, потому что люди звонили, высказывали свои претензии, и очень сложно было им понять о том, что мир настолько изменился, что на сегодняшний момент вот та проблема, которую они измеряют представлением, скажем, тем, когда они до ковидной ситуации попали на свое месторождение, и тем, что сейчас, то есть им было очень сложно понять, что происходит на самом деле. Если вы стали заложником ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и нуждаетесь в помощи уполномоченного по правам человека, необходимо обратиться по ссылке, которую вы видите на своем экране, или по номеру телефона 449-89. Беспрецедентные меры безопасности примут на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Непосредственно голосование состоится 1 июля 2020 года. За шесть дней до обозначенной даты начнется голосование вне помещения и предварительное голосование. Об организации безопасного голосования по поправкам в Конституцию шла речь на расширенной планерке под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного. Мы должны дать возможность проголосовать всем без исключения. Всем, кто находится на карантине, кто находится на изоляции. И здесь необходимо соблюдение особых мер безопасности. И в отношении тех, кто придет членом избирательной комиссии, и в отношении тех, кто будет голосовать. В свою очередь, первый заместитель губернатора Ненинского округа Михаил Васильев доложил о ходе процесса по подготовке к выборам. В избирательной комиссии закуплены бюллетени. Планируется и доставка, и развоз оборудования, а также средства индивидуальной защиты по населенным пунктам. Формируются полнаблюдатели совместно с общественной палатой. Избирком формируют план полетов для голосования в труднодоступных местах. Добавлю, выразить свою гражданскую позицию можно не только по месту постоянного проживания. Открепиться от своего избирательного участка можно несколькими способами. Например, через портал госуслуги. Свою учетную запись можно подтвердить в офисах МФЦ, либо в онлайн-банках, таких как Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Почта, Банк. Кроме того, жители региона, выезжающие на период голосования за пределы округа, могут подать заявления в центрах «Мои документы». Важно, что услуга будет предоставляться во всех офисах МФЦ без предварительной записи. Также на территории города действуют пункты приема заявлений для тех, кто желает проголосовать вне места своего жительства. Адреса и график работы вы видите сейчас на своих экранах. Заявления на голосование вне места постоянной регистрации можно подать с 5 по 21 июня. С сегодняшнего дня, 15 июня и по 1 июля, во всех регионах России пройдет информационная кампания Всероссийского добровольческого корпуса «Волонтеры Конституции». Более 100 тысяч человек изъявили желание принять участие в этом беспрецедентном добровольческом проекте. На тысячах информационных точках, расположенных в общественных местах, волонтеры подробно расскажут всем желающим о сути предлагаемых поправок в главный закон страны и особенностях предстоящего голосования. ЦИК России рассчитывает также на помощь волонтеров непосредственно на участках в дни голосования в части содействия маломобильным группам граждан. Кроме того, представители волонтерского корпуса окажут содействие избирательным комиссиям по обеспечению профилактических мер по недопущению на участки лиц с повышенной температурой. Предстоит волонтерам участвовать в процессе голосования и в качестве наблюдателей. Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что волонтеры Конституции, пройдя обучение, приступают к работе по подготовке общероссийского голосования. В тех регионах, где уже сняты ограничительные меры, волонтеры расскажут россиянам об особенностях голосования и сути предлагаемых поправок. В июне мы проведем более 12 волонтерских акций, посвященных основным темам поправок – поддержке семьи и детства, гуманного отношения к животным, качество здравоохранения. Мы предлагаем россиянам принять в них участие и выразить гражданскую позицию, в том числе через волонтерство, отметил Артем Метелев. В Нинецком округе несколько населенных пунктов остались без интернет-связи в минувшие выходные. Причина – повреждение интернет-кабеля. Повреждение оптоволоконного кабеля произошло в районе поселка Луковецкий. Была недоступна интернет-связь для абонентов НИСИ, ВИЖИСа, ОМЫ, СНОПЫ и Нижней Пеши. Не работала и мобильная связь МТС. На место повреждения кабеля выехали две аварийные бригады. С момента обнаружения повреждения и до момента его устранения максимально дается 10 часов. Услуги связи были полностью восстановлены. Линия связи была повреждена сторонней организацией. Дорожные сообщения с Приморско-Куйским сельсоветом могут восстановить уже к среде. Непосредственно установка моста через реку Коя начнется во вторник, 16 июня. Сначала будет произведена подсыпка подходов к мосту, которые смыло в период паводка, после чего начнется непосредственно монтаж. Работы продлятся около двух суток, если не будет выявлено никаких дефектов. В таком случае транспортное сообщение с поселком Красное будет восстановлено уже к вечеру 17 июня, пояснили в казенном учреждении. Напомним, мост через Кую ежегодно демонтируют до окончания паводка. Сроки его демонтажа и восстановления всегда разные и зависят от уровня воды в реке. Так, в 2016 году переправу сняли 3 мая и восстановили 31 мая. В 2017 году мост демонтировали 3 июня и установили лишь в начале июля. День донора крови отметили накануне 14 июня во всем мире. Памятная дата приурочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ланштейнера, который был удостоен Нобелевской премии за открытие групп крови у человека. Это праздник тех, кто добровольно и безвозмездно сдает свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Переливание крови и ее компонентов необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно помогает продлевать жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни. Не остался в стороне и принял личное участие в сдаче крови в честь праздника и временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный. Завотделение Леон Артемович не только взял кровь у первого лица округа, но и показал ее дальнейший путь. Вся донорская кровь проходит тщательное исследование и выбраковку. Плазма шесть месяцев находится на карантине до вторичной проверки. Только после всех принятых мер безопасности она попадает к пациенту. Переливание крови и ее продуктов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. По статистике, каждый третий человек хотя бы один раз в жизни нуждался в донорской крови. 30 лет занимаясь службой крови, еще тогда говорил, что нет еще замены какой-нибудь препарата, чтобы заменил донорскую кровь. А сегодня, я могу сказать, ближайшие 50 лет еще не будет замены донорской крови. В Рио губернатора лично поблагодарил сотрудников отделения переливания крови и доноров Неницкого округа за спасенные жизни. Добавлю, что заборы крови потенциальных доноров проходят каждый вторник и пятницу с 8 до 9 утра в отделении транспузиологии по адресу авиаторов 9Б. Подробную информацию можно получить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. 15 июня исполняется 36 лет со дня создания Государственной инспекции по маломерным судам, вошедшей с 2004 года в состав МЧС России. Работа инспекторов ГИМС круглогодична. Они осуществляют Государственный надзор за маломерными судами, контролируют порядок их использования, проводят обучение и прием экзаменов по судовождению, ежедневно обеспечивают безопасность людей на водоемах, участвуют в поисках и спасении. На данный момент в центре ГИМС находится 21 сотрудник, в том числе на местах, в деревнях, на участках работают люди, ну и в самом Наринмаре. Центр ГИМС занимается обеспечением безопасности людей на водных объектах, оказывает государственные услуги по регистрации маломерных судов, по техническому освидетельствию маломерных судов, освидетельствию ледовых переправ. И свидетельствия мест для стоянки маломерных судов. В том числе осуществляем патрулирование с целью обеспечения безопасности людей, проверку маломерных судов, ну и проверку пляжей в том числе. Одним из важных моментов является обучение населения мерам безопасности нахождения на воде, работа с детьми. Горячая пора для инспекторов – летний купальный сезон, когда от них во многом зависят жизни и здоровье людей. Сегодня на вооружении окружных инспекторов находится порядка 30 единиц техники. На учете центра ГИМС состоит более 3,5 тысяч маломерных судов. На право управления ими аттестовано более 4300 судоводителей. Чистый город – заботливый хозяин. В Нарьинмаре проходит совместная акция регионального департамента внутреннего надзора и контроля и совета городского округа. Основная цель акции – призвать владельцев животных заботиться о своих питомцах. Кроме того, в рамках акции проходит бесплатная вакцинация собак от бешенства специалистами станции по борьбе с болезнями животных. Подробности у Ольги Русул. В субботнее утро на площадку, где расположилась передвижная станция по борьбе с болезнями животных, спешат владельцы собак. Про выездную акцию Ксения, хозяйка шпица Байлика, узнала из интернета. Для пёсика это не первая профилактическая прививка. Но всё равно он немного переживает. Мы делаем регулярно, и поэтому очень хорошо, что делали эту акцию, потому что очень близко, сходил без проблем, сделал. И бесплатно. Восьмимесячный кобель Веня на вакцинацию пришёл одним из первых. Его хозяин Сергей, узнав об акции, поспешил на профилактику питомца. Тем более, что далеко идти не надо. Ну, примерно где-то восемь месяцев первый раз перевели вакцинацию. Как он перенёс? Хорошо, укол перенёс. Ничего, не сопротивлялся. Послушный мальчик? Ну да. Ну, не очень. Впрочем, проводить профилактику бешенства необходимо не только собакам. В зоне риска все домашние питомцы. Поэтому Василий привёз на вакцинацию сразу несколько своих котов. Персей оказался самым стрессоустойчивым. Передаются спокойно. Они не чувствуют укола. Они не нервничают. А вакцинируете каждый год? Ну, стараемся, да. В акцию входит бесплатная вакцинация от бешенства, после чего животные получают вкусняшку в качестве поощрения. А хозяин – пакетики для уборки отходов жизнедеятельности своего питомца. Всех пожелающих жителей нашего города и хозяев наших животных призываем к тому, чтобы они убирали за собой экскременты за своих животных. Это не страшно, это нормально, это нормальная история, потому что мы сами же по этому же ходим. И ещё хотелось бы сказать о том, что наши животные в это же могут вляпаться, извините за выражение, да, и в то же время и принести сами же заразиться этими же гельминтами, которые распространяются с фекалиями. Анастасия отмечает, что сознательных хозяев на Ринмаре становится всё больше. Очень правильно и очень хочется поблагодарить этих людей, которые следят за своими животными, но и также следят за окружающей нашей территории. Такая воезная акция проводится впервые. Удобство мероприятия состоит в том, что сейчас в период наводнения доступ к станции по борьбе с болезнями животных затруднён, дорогу местами подтопило. Акция же проходит выходные в разных районах города. Например, сегодня она охватывает три микрорайона – Малый Качгард, Качгард и посёлок Мирный. Мы прекрасно знаем, что у нас социальное неблагополучие по беженству в городе, в округе, потому что циркуляция вируса происходит в дикой среде, среди песок и лиц, которые попадают в город и дальше могут быть неблагополучные территории и города, и населённых пунктов. Каждый год это происходит, поэтому мы сейчас проводим вакцинацию против беженства. Беженство есть и остаётся смертельно опасной вирусной болезнью домашних животных. Заражение происходит через укусы больных животных, а также через контактирование. Инфекционный недуг представляет угрозу для жизни четвероногих друзей и человека. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем продолжать. У нас есть намётки провести это и на территории искателей. И в следующем году, я думаю, что это мы проведём где-то в начале мая перед самым охотничьим периодом. Параллельно с прививками специалисты станции по борьбе с болезнями животных консультируют владельцев по вопросам правильного содержания друзей наших меньших. Ветеринарные врачи рекомендуют соблюдать все правила ежегодно делать профилактические прививки. И тогда животное будет здорово, а хозяин счастлив. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полартранс». Редактор субтитров А.Семкин «Полартранс» Продолжение следует...